Не отвергать ничего, то есть не надо отказываться от того, как Олег Геннадьевич сказал, не надо жить в своей квартире. Бред! Не отказываться от того, что есть, и не ждать ничего. Тяжелая семейная карма означает ждем того, чего не положено. Вот и появилась тяжелая семейная карма. Когда молится человек, еще раз, я тысячу раз это повторяю, чтобы дошло, понимаете, потому что у нас психика в другом направлении движется. Вот я сейчас, вы придете домой, будете молиться, китайская изба, будете жить так же, как жили, понимаете, потому что это очень трудно туда себя направить в жизни, очень трудно, надо реально понять, о чем речь. Когда человек молится, что происходит? Озеро страданий становится маленьким. Знание во время молитвы входит в сердце, и он понимает, что его ждет в жизни. Трезвость наступает и понимание, что можно ждать от мужа, можно ждать, чего нельзя ждать. Что можно ждать от судьбы, чего нельзя ждать. Чего можно ждать от детей, чего нельзя. Эта трезвость приходит во время отношений со святым человеком. Знание пришло в сердце, сердце утвердилось, успокоилось. Что дальше? Дальше правильное отношение. Правильное отношение означает, я уже наполнился изнутри, и я просто служу. Смотрите, есть, как человек обычно живет. Он наполнился изнутри, ему и так хорошо, что ему служить? Так, ну нормально. Не были мы ни на каком-то эте, нас здесь неплохо корлил. Все, то есть, лапки кверху, морда толстая, все, лежим, как бы, и хорошо, никаких проблем. Когда есть счастье внутри, да? Когда нет счастья, мы требуем его, и наступают скандалы. Так, скандал от чего? Нет счастья, я хочу счастья, и он тебе дать не может, этот человек, от которого ты требуем, он не Бог, он не обладатель счастья. Он ругается, потому что он тоже хочет счастья, вы вместе хотите счастья и ругаетесь. Вот тебе и скандалы, все. Как справиться с ними? Очень просто. Надо провинять направленность своей жизни. Надо свои силы и веру направить туда, где есть это на самом деле. Но это не видно вот так вот глазами. Для этого надо пробовать это делать. Это непросто. Надо изучать. Духовное знание – самое сложное знание на земле. Его непросто понять и изучить. Потому что оно очень глубоко в сердце находится. Когда человек получил вот это вот спокойствие в сердце, но духовное, от святого человека, это спокойствие не в другую природу. Оно заставляет служить. Тебе хочется заботиться, хочется помогать, тебе это хочется. Это не то, что тебя кто-то заставляет, тебе хочется. И ты начинаешь просто так это делать. Просто так. Без всяких условностей. Просто так. Не веря. Даже не веря особо, что что-то изменится. И потом ты видишь ответ. И ты понимаешь, что этот ответ не от мужа пришел, а от того же самого, кому ты молился. Через мужа пришел этот ответ. Ты видишь, кто играет со мной в этой жизни, чей это концерт, ты начинаешь понимать. Потому что ты начал вести себя правильно, получил благодарность от человека, который никогда в жизни не был благодарен. И тогда ты поймешь, откуда это пришло. И чудеса в жизни человека начинаются тогда, когда он направляет свое сердце в правильном направлении. Он видит, что люди, которые никогда не могли так себя вести, они начинают так себя вести. Это происходит реально в жизни. Я свидетель, мое сердце свидетель, если вы хотите знать правду. Мое сердце свидетель такого. Даже в вечной жизни я это видел своими глазами. Не надеясь на человека, я получил то, что никогда бы не увидел. Никогда бы не рассчитывал на это. Это всегда бывает так. Наши люди, близкие все, могут давать нам счастье. Любой человек, даже ваш муж, который хочет, он может дать счастье. Но вы не знаете об этом. У вас нет в этой веры. Потому что у вас нет близких отношений с Богом. Понимаете? Если у вас были отношения эти, он бы освободил вас от этих цепей, которые вы сейчас имеете, из-за того, что у вас этих близких отношений нет. Только одна причина, почему вы так страдаете. Нет другой причины. Когда человек сдаёт экзамен, ему ставят пятёрку в дневник. И он идет. Ля-ля-ля-ля-ля. Все. Нет проблем. Сдайте свой экзамен, получите пятёрку. С этим мужчиной или не с этим, не имеет значения. Но пятёрку вы получите обязательно. Понимаете? И ваш ребёнок при этом не будет страдать, не будет счастлив. Некоторые думают, что только с этим мужчиной мой ребёнок может быть счастлив. Вы не знаете, с кем ваш ребёнок может быть счастлив. Он может быть счастлив с тем, с кем Бог захочет. Понятно? Смело идите в бой. Ничего не бойтесь. Бог может дать этого человека в другом ракурсе, которым вы никогда его не видели. Или Он даст кого-то другого. Это не ваше дело. Ваше дело повернуться к нему лицом. Вам спокойнее стало? Но я ведь вам не говорил, что всё хорошо будет. Нас не настраивал на это. Почему же так? Таким загадка заключается. Смотрите, я ничего не говорю хорошего. Ничего хорошего вообще не сказал. И спокойно стал. Почему? Непонятно. В этом секрет заключается. Мы этой энергией спокойствия не управляем сами. Кто-то другой управляет. У нас очень мало времени осталось. Я хочу больше с вами быть. Потому что вы даёте невозможность, ваши глаза дают невозможность говорить самое глубокое, самое лучшее, которое нигде никогда не скажешь. Это сокровенное знание, поэтому по телевизору об этом не скажешь. Не рейтинговая передача будет. Книжки не напишешь, потому что никто читать не будет. Вы пришли на эту лекцию и слушаете вот это всё. Я очень благодарен вам. Потому что такие отношения, которые мы сейчас развиваем, они выше всего на свете. Выше этих отношений нет ничего. Я открываю вам свое сердце, а вы открываете мне свое сердце, глядя на меня. Но вы открываете больше, потому что я болтаю, но вы просто смотрите. Поэтому я принял в ваш взгляд. Победа над пьянством безделием в семье. Смотрите, пьянство, что такое пьянство? Пьянство – это дух, злой дух, который даёт человеку счастье взамен на свободу. Почему мы об этом не знаем? Потому что мы в невежестве живём. Мы думаем, что спиртное – это просто культурный напиток, как нам говорят в прессе, и учёные говорят современно, что это культурный напиток, который предназначен для того, чтобы сделать жизнь спокойнее, разбавить как бы её, и чтобы всё нормально было в жизни. Чтобы чуть-чуть нужно спиртного в жизни. Вот этот бред, он идёт от злых сил. Эта бредовая идея, на самом деле, она идёт от злых сил, и она разрушает жизнь человека. То, что я сейчас говорю, многие из вас даже не могут воспринять в своё сердце, потому что они настолько к этой бредовой идее, что спиртное является чем-то полезным, привыкли, что они никогда считают, что они никогда не откажутся от того, чтобы на праздник поставить бутылку вина на стол. Я вам могу сказать точно, что это не способ быть по-настоящему счастливым. Это не способ. Потому что, если вы хотя бы один раз побываете в компании, где люди могут быть счастливыми, очень глубоко счастливыми, без спиртного, вам назад туда никогда не захочется. Потому что в этой компании, где чистое, светлое счастье, без затуманенных мозгов и без мутных глаз, понимаете, чистое, светлое счастье, когда вы увидите между людьми трезвое счастье, настоящее, человек никогда не пойдет туда, где эта муть, понимаете, где эта мутная, тяжелая, с перегаром жизнь. Веды объясняют, что когда человек попробовал меда, который как сравнивается с сахаром, как то, что вкуснее, он никогда на сахар уже смотреть не будет. Точно так же и праздник с вином, и праздник в чистой атмосфере любви. Потому что когда есть вино, чистой атмосферы любви не бывает, понимаете? Это злой дух входит в отношения, он мутит отношения, люди видны веселее, они балдеют, но между ними нет отношений. Если не верите мне, возьмите, не пейте и посмотрите со стороны. Вы увидите этот концерт, люди бегают, прыгают, танцуют, но между ними ничего нет, это все пустое, это просто игра, понимаете? И они там танцуют, что-то у них глаза мутные, такие, обнимают, у него доходят. Но ничего нет, понимаете? Это просто пустота. Они живут в пустоте, понимаете? Это самообман. Потому что настоящие вот эти танцы, они должны происходить в отношении глубоких, в отношении любви. Это все на трезвую голову только возможно. Поэтому нисколечко, никакой капельки спиртного не должно быть в жизни. Оно просто не нужно. Вот этот обман идея того, что спиртное нужно, но этот обман, это насилие вот этих злых духов, которые заставляют им поклоняться. Посмотрите, как мы относимся к спиртному. Мы ставим ее, его, эту бутылку, очень красивое украшение. И обязательно что-нибудь такое сверху, и что-то такое ставим посредине стола. И когда открываем этот целый ритуал, потом мы разливаем, потом мы встаем, начинаем это пить, вот торжественное остановление. Это означает поклонение. Это не означает ничего другое. Почему так? Потому что это поклонение, поклонение бутылки. Откуда идет? Потому что есть личность, которая хочет, чтобы ей поклонялись так. Это поклонение злым духом. Оно описано в ведах, и оно практикает именно таким образом. Это поклонение мы переняли у определенной категории очень интеллектуальных людей. Да, да, мои хорошие. И курение, трубки, вот это вот, это все оттуда. Есть разные категории живых существ. Одни поклоняются Богу, поклонение Богу происходит в чистоте. Там нет вина. Понимаете? Чистая атмосфера. Но есть разные виды поклонений. Также поклонение духом. Есть такие, как бы, недоразвитые люди, которые, как бы, вот, они жили тоже в древние времена, они поклонялись, вот, духом, которые связаны с наркотиками, поклонялись духом, которые связаны с никотином, поклонялись духом, которые связаны со спиртным. И эту культуру мы переняли оттуда, понимаете? Все, да? А причастие как? Это вы спросите у тех, кто знает, что такое причастие. Причастие означает разбавление вина настолько, что от пене человек не может. Вы знаете, как это делается, нет? Что это разбавляется все. Да, но... Элемент спиртного присутствует. Но есть мнение по поводу того, что раньше присутствовал просто виноградный сок. Знаете, даже если это будет просто спиртное, и это будет спиртное освещенное, и это будет капелька, ничего не будет. Это таинство, понимаете? Таинство. Но это не означает, что спиртное – это хорошо. Где вы слышали, чтобы люди, которые принимают это причастие, сказали, что вино – это хорошо. Где вы слышали такое? И где не слышали? Вы не говорили так, но вы так спрашивали. Спрашивали меня, Господи. Изучите этот вопрос. Я изучил, я не хочу сейчас говорить, это как бы получается конфессиональная такая беседа, которая... Ну, я не хочу сейчас это... Не потому, что я не знаю ответа, а потому, что это неэтично. Неэтично эти темы обсуждать сейчас мне. Я не христианин, поэтому я не хочу как бы это обсуждать. Я знаю, что причастие – это священная вещь, это священная. И поэтому здесь нет никаких проблем. Это не значит, что надо пить вино, понимаете? Как с духами бороться, я сейчас объясняю. Первое – надо узнать, что они есть. Если ты узнал, что есть духи, что вот это вот, когда ты вот это вот, это означает, что дух вошел в тебя. Когда ты узнал, дальше узнай, что надо делать, чтобы его не было. Очень просто. Там, где есть Бог, духов там нет. Это все. Вы хотите пьянство победить дома? Ставьте алтарь. И понеслась. Молить его каждый день. Поклоняйтесь Богу. Чем больше чистоты в вашей квартире, тем меньше дури. Чем меньше дури, тем меньше духов. Чем меньше духов, тем трезвее мозги у мужа. Чем трезвее мозги у мужа, тем больше совесть работает. Чем больше совесть работает, тем больше чувствует, что так не надо жить. И так далее, понимаете? Победите духа своей молитвой злого. А если этот злой дух сидит даже в вашем сердце, и вы говорите, что спиртное на самом деле, Олег Геннадьевич, ничего страшного. Надо просто понемножку. Вот если дух уже сел в ваше сердце, вот тогда вы не победите. Знаете, почему? Есть одна причина, почему муж бьет. потому, что жена позволила спиртно быть в доме. Женское сердце, чистое сердце, оно знает, что этой штуки дома не должно быть. Оно в сердце, она внутри знает, в чем причина. Но себе сознаться очень сложно. Сражайтесь. Пускай пьет где-то в другом месте. Здесь у нас дома этой штуки не будет. И смотрите, он там напился, нажрался, пришел домой. А здесь духа этого нет. Ему здесь нет места. Здесь алтарь, здесь освященная пища, здесь духовная музыка. И его дома колбасит мужа, понимаете? И он хочет домой привезти, а вы ему не даете. Результат какой? Дух убежит. Попадает. А? Муж пропадает. Убежит из дома вместе с духом. Убежит из дома вместе с духом. Убежит из дома вместе с духом. Значит, кто так захотел? Тот, кому я молюсь. Нет проблем. Теперь без духа вернуться назад. Как ободранный пес. Кто его вернул назад? Тот, кому я молюсь. Опять нет проблем. Приходи, но спиртного в доме не будет. И он понимает, кто победил войну. И дух понимает, и мужик понимает, что войну победила жена. Потому что женщина настоящая, она в доме, для Бога живет, а не для себя. Остальные все женщины дом создают для себя. Они квартиру держат для своих наслаждений. Они ее для себя оформляют, для себя все делают. И думают, что они там будут счастливы. Но если в квартире нет Бога, счастья там тоже не будет, потому что там нет защиты. Поэтому женщина должна все в квартире делать для Бога. Она для него сделать алтарь, должна повесить те и не те изображения, на стену, которые она хочет, которые Бог хочет. Она должна музыку ту, там включать, которую Бог хочет. Понимает, духовную музыку. И тогда ее квартира станет силой, которая вышибет из мозгов мужа, духа, который разрушает сейчас жизнь нашей страны. люди просто... Вот это вот наводнение, это цветочки по сравнению с тем, какое наводнение делает спиртное сейчас. Столько людей гибнут. Если бы вы видели эту статистику, которая ждала приводит, у вас волосы дыбом будут вставать. Вы даже не представляете, как вот эта нежная, мягкая реклама спиртного, она как разрушает сейчас нашу жизнь. Мы вымираем. У нас уже давно не было повышения рождаемости. Мы вымираем. Причина вымирания только одна. Люди мрут от спиртного. Но это тотальное бедствие страны. И как с ним бороться? Сначала понять это. Потому что многие люди, даже интересно религиозные, считают, что есть такое понятие, как культурно пьющие. Или, можно сказать, культурно убивающие. Можно культурно убивать так. Очень нежно так, культурно. Стук. Ну ладно. Поняли, да, как с пьянством бороться? Потом доложите на следующий лекций. Да, кстати, кто уже так сделал? Поднимите. Есть результат? Какой результат? Вообще не пьет? Год не пьет. Все, все. Год не пьет. Тоже алтары, молитва и все. И привет. Так? Кто еще так сделал? Есть результат? Вообще не пьет. Сейчас опять закрепил, значит, мало молитесь опять. Надо больше, значит. Да, можно кодировать. Можно не кодировать. Как ничего не огняется. Здесь компьютерная зависимость и то же самое, это духи. Все зависимости это духи. Игра в это казино, это духи, злые духи. Компьютерная зависимость, злые духи. В зависимости от чужой тетки, злые духи. Это все одна и та же тема и один и тот же результат. Дома чистота, алтарь и молитва. Компьютерные игры. Тоже ребенок хочет. Хочет играть в компьютеры, но уже меньше. Тоже будет меньше. Против Бога никто не сможет ничего сделать. Мы все его дети, понимаете? За этого человека, который пьет. Мы никогда не сможем молиться за человека. Хороший вопрос. Извиняюсь, реакцию уже надо заканчивать. Такой вопрос просто. Классный. Мы ни за кого не молимся никогда, мои хорошие. Посмотрите себе в сердце. Вот почему вы за этого человека так хотите молиться? Чтобы мне лучше стало с ним жить. Поэтому не надо молиться за этого человека. Молитесь Богу. Я хочу тебе служить. Пожалуйста, что я могу сделать для тебя? Я хочу тебе быть полезным. Я хочу выполнять тебе наставления. А потом, когда помолились, скажите, пускай все плоды моей молитвы придут моему мужу. Не мне, а ему. И Бог, пожалуйста, сам решит, как ты будешь заботиться о его жизни. Я ничего не хочу. Я хочу, чтобы у него в жизни все было хорошо. И он сделает все хорошо. А как мы не знаем. Скорее всего, он бросил пить в результате. Потому что есть одна интересная штучка. Чем больше я хочу, чтобы он бросил пить, тем больше он пьет. Это то же самое. Попытайтесь это понять. Я хочу, чтобы он бросил пить, он пьет. Почему он пьет? Потому что есть необходимость в этом для тебя. Ты успокоилась в этом плане, начала молиться. Если сердце твое стало спокойным пьяному мужу, это значит, что ты его спасаешь уже все. Ты его принимаешь пьяным, спокойным. Пьет, ничего страшного. У нас все нормально в семье Олег Геннадьевич. Уже стало лучше. Он пьет так же. Но я уже считаю, что все стало лучше. Конечно, стало лучше. Потому что он скоро перестанет пить. Это факт. Итак, у нас лекция сейчас заканчивается. И мы с вами сейчас небольшой тренинг проведем. Это уникальное мероприятие. Если вы, конечно, торопитесь домой, то бегите. Мероприятие заключается в том, что мы сейчас будем учиться этому всему. Когда люди разных вед и направленностей собираются вместе, то веды рекомендуют им повторять настройки, которые для всех одинаково звучат. Настройки называются «Я желаю всем счастья». Примерно так. Но в сердце мы будем делать то же самое. То есть вспоминаем изображение святого человека или священную книгу, или святое имя. Там, допустим, мусульмане поклоняют святому именю, написанному на арабском языке. То есть святая книга или Богу непосредственно поклонять. Или сыну Бога. То есть выбирайте объект поклонения. В соответствии с вашей верой, вашей направленностью в сердце. Мы с ним накланяемся объекту поклонения. И желаем только одного. Вот сейчас вы это чувство почувствуете. А то, о чем я всю лекцию говорил, вы сейчас реально можете это реально почувствовать в своем сердце. Ваше сердце успокоится. В нем появится чистота, знание, вера, что у меня в жизни все налаживается. И вы почувствуете силу внутри себя, способную побеждать судьбу. Надо сделать все так, как я скажу. То есть надо поклоняться, кланяться святыми. И говорить, я хочу жить для тебя. Я хочу быть полезным для тебя. Я хочу быть полезным для тебя. И вот такое вот настроение. А в внешней мы повторяем, я желаю всем счастья, что означает то же самое. Я хочу, чтобы у всех это получилось. Потому что счастье означает отношения со святостью. Я желаю всем счастья означает, пожалуйста, пускай все смогут установить отношения со святостью и поймут, что она есть. Потому что в этом самая главная наша проблема. Мы в сердце не верим, что есть святость. Поэтому и ищем прибежище где-то в другом месте. То есть мы будем повторять. Я желаю всем счастья. Повторять надо вот отсюда. Спокойно, глубоко вот отсюда и сердце. У мужчины голос должен быть сильным и густым. У женщины должен быть звонким и чистым. И когда вот такие голоса сольются, то тогда этот зал превратится в огромную силу. То есть вы почувствуете. Те, кто у нас строится серьезно, они что-то почувствуют. Это будет уникальная вреда для нас. Так все вместе. Я желаю всем счастье. 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 Я желаю вам всего счастья, любви, чтобы у вас все хорошо было в вашей личной жизни. Я желаю вам знания всего самого лучшего.